Всем привет! Продолжаем путешествие свои маленькие. Хочу вам показать костел святых Петра и Павла. Находится он на Вильнюсе, епархия Вильнюсовская, приходской костел. Архитектурный стиль, как написано в Википедии, я беру все из Википедии, барокко. Итак, костел святых Петра и Павла, римско-католический приходской костел Виненского деканата. Памятник архитектуры 15 века. Относится к самым выдающимся памятним барокко Литвы. Ну и нередко называет его жемчужиной барокко. Действительно интересный собор. Так вот, с внешней стороны, в общем, ничего такого особого не представляет. А внутри, действительно, есть что посмотреть. По традиции считается, что в этом месте находилось языческое святилище богини Мильды. Ну а богини Мильды, это в литовской мифологии богиня любви. Покровителем Мильды называли Мильдаунинками. Мильдаунинками. Вот так называли покровителем богини любви. По древней Павере, Мильда облетает весь мир на воздушной повозке, запряженной белыми, как снег голубей. Так вот, предполагается, что на месте нынешнего храма уже во время Егайла, а Егайла это витебский литовский князь, был построен деревянный костюм, но он сгорел в 1594 году, потом был разрушен, потом опять что-то там строили, потом был разрушен во время войны с Москвой в 1655 годах. Так вот, основатель нынешнего костюма влиятельный магнат, великий гетман на литовске Михаил Казимир Пац. Это полководец, двоюродный брат великого канцлера литовского христового рапаца, маленькая информация, так как общий пац, на правом москве Константинович, был такой у него подчиненный, чтобы передать предложение для царевича Федора вступить на польский престол, при условии принятия католицизма и жене именно вдове Михаила Ишневецкого, австрийской принцессе Элеоноры, из рода Гавбургов. Однако переход в католичество для представителя русской царской династии был неприемлемым, равно как и православный государь был неприемлем для польской шляхты. Поэтому переговоры о престоле закончились неудачей, и королем после победы под Хотином стал Ян Собеский. Вот такая маленькая информация о Казимире Паца. Так вот, Казимир Пац заложил храм в исполнение обета, данного за свое избавление при бунте в войсках и ознаменование освобождения Вильны от захватчиков. Строительство начато зодчим из Кракова Яном Зауром В 1668 году не нашел я его изображение, этого человека. Строительством руководил итальяне Джампустиста Фредиани. Там практически все итальянцы строили интерьер под руководством итальянских мастеров Джованни Пьетро Перти из Милана и Джованни Мария Гарри из Рима создавался. Здесь находится надгробная плита Паца, не дожил он до открытия этого костёла, попросил себя захоронить и написать здесь лежит грешник. Говорят, что в конце 18 века удар молнии расколол надгробную плиту, она была обурована в стену справа от входа, и гроб Гетмана был закрыт плитой без надписи. Вот, такие тоже информация небольшая. В начале 19 века Джованни Бретти и Никола Пиано из Милана уже ремонтировали храм с рудиром вон в стиле Рококо. Здесь проходили многолюдные ярмарки до 1940 года на храмовой площади в помещениях, прилегающих к монастырю. Были устроены казармы российской армии в 19 веке. Здесь размещалось Вильнюсское высшее командное училище радиоэлектроники БВО. После Второй мировой войны в костел Патрия Павла в 1953 году были принесены мощи святого Казимира. Это литовский княжеч, польский королевич, святой покровитель Польши и великого княжества литовского. Кстати, покровитель молодежи. Так вот, принесли его мощи из кафедрального собора святого Станислава. Площадь перед костелом названа именем Папы Римского Иоанна Павла II, который посетил Литву в 1993 году. Когда я там был, как раз на площади перед собором была небольшая выставка с фотографиями римского папы. Говоря о внутреннем интерьере, конечно, он действительно очень красивый и тут надо посмотреть. Говорят, что русский драматурор Островский в своих дорожных записках отмечал, что снаружи костел не представляет ничего особенного внутри. Стены и купол унизаны липными работами в таком количестве, что едва ли где-нибудь можно еще найти подобную роскошь. Фигурные композиции, горельефы, статуи, которые изображают библейские, исторические, мифологические, аллергические персонажи, фантастические какие-то существа, растения, животные, которых насчитывает более двух тысяч. И все это белого цвета подчеркивает красоту каким-то образом. Мне вот так показалось. На куполе костела изображен Господь, взирающий сверху на все это. Человеческие фигуры представляет сцены из Нового Завета и самые важные события истории Литвы. Вот посмотрите, что тут внутри. Я как мог снимал, фотографировал. Действительно, производит впечатление обилие этих вот скульптур, персонажей, различных мифологических. Автор фресы «Центральная нефа», как предполагает, является итальянский живописец Баллони. Ну а по другим сведениям Мартино Альтамонте из Рима. Кстати, главный алтарь выполнен скульпторами Капони и Пенсом в 1701 годах. Но он был продан в 18 веке и увезен в костел в Польшу. Нынешний алтарь создан в 20 веке. Одна из загадочных скульптур – это скульптура Иисуса Христа, которая одета в дорогие одежды с париком волосы, которую до сих пор не знают, чьи там волосы. Говорят, что она обладает чудодейственной силой и исцелела очень многих людей до тех пор, пока одна из женщин взяла кусок волоса от этого парика и решила излечить свою собаку. Когда она поднесла кусок волос к собаке, собака умерла, а волосы у статуи перестали расти. Они росли до этого, кстати, и случаи исцеления прекратились. Такая вот легенда, такая вот история про скульптуру Христа одетую. Здесь есть интересная люстра и в виде корабля. Ну вот, собственно говоря, и все. Сказал я вам костел святых Петра и Павла в Вильнюсе, как снаружи, так и изнутри. Все, всем пока, всем привет, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова